Уважаемые коллеги, я хотел сделать объявление о публичной лекции профессии физической физики университета Дуссельдорфа Александра Михайловича Пулкова. Ну, во-первых, немножко об этих лекциях. Это цикл лекций, который называется «Лекция ученых мира». Естественно, он организуется в Ежегородском научном ученых, совместно с вузами Нижнего Новгорода, но и мы стараемся всех известных ученых, которые побывают в Нижнем Новгороде, приглашать на эту лекцию. Все-таки студенты и не только студенты, все должны знать, чем же занимаются ученые. Ну, парочку слов, как Александр Михайлович появился здесь, в Ежнем Новгороде. Вы знаете, есть такая программа, которая в основном называется «Мегагранты». Она проводится уже пять лет. Это приглашение выдающихся российских и иностранных ученых университетов. Он достаточно жесткий конкурс, например, «Джерный конкурс». Это были 20 человек, и было порядка 600 даялок. Вот чем знаменит университет, в котором вы учитесь, что мы являлись победителями семейных таких мероприятий, то есть Высший класс Новосибирский университет и Московский университет. То есть, действительно, это, во-первых, говорит о том, что кто не соглашает к нам, а во-вторых, что, наверное, более правильно, что мы все-таки умеем выбирать нужных людей. Когда комиссия как-то разбирает, она проводится первым, тем, кого мы приглашаем, а второе – туда нет. И здесь как раз получилась такая ситуация, что мы пригласили именно выдаческие деньги. Но, тем, что я не буду рассказывать, но он как раз, Александр Михайлович, является руководителем лаборатории, которая создана на юрискете, с опрокопированной технологикой джинировой физики и астрофизики. Он профессор в теоретическом университете, в том, что он готовит, в том, что он готовит, в том, что он в Германии. Он сумасшедший, конечно, процент первым, сейчас очень много нет, но в теоретические данные, но более 10 тысяч. Что такое, что раньше готовится к вершине, а именно к вершине, ну, в 2008, я не знаю, сейчас. Пока готовы, дорогие, в следующем неделе. Ну, я думаю, что, наверное, давайте переступим к делу. Да, спасибо большое за такое представление. Тема моей лекции сегодня это современные суперкомпьютеры и их использование в моделировании индивистской лазерной плазмы. То есть, лекция состоит из двух частей. Сначала расскажу вообще, что такое компьютер, и потом, почему какие-то компьютеры – это суперкомпьютеры. Какие они были, каковая история. И зачем они вообще нужны, что… Зачем люди их используют? Вот, как вы сказали, в нашей лаборатории, она, в принципе, называется лабораторий «космос». Она такая немножко междисциплинарная. Там есть нелинейная оптика, и астрофизика там есть. И, в частности, лазерная плазма. Я специалист по делитивистской лазерной плазме, и я вот, когда справедливую часть нашей деятельности научной, я расскажу, что такое делитивистская лазерная плазма, зачем она, и почему она… Почему мы используем суперкомпьютеры в этой науке. Сначала, что такое компьютер. Начнем мы немножко историй. Я подумал, что это имеет смысл, да? И вот был такой науэн-эдисон Тюринг, который, как сказать, он философски мыслил, очень случайно, он основал основы, создавал основы гибернетики. И в том числе, вот, придумал критерии, что такое компьютер. Вообще, вот счет – это древний инструмент счета. Счет – это компьютер или нет? Арифмометр – это компьютер или нет? Когда начинается компьютер? Да? Теория год-теоретика, но вот в теории вычислимости исполнитель множество вычисляющих элементов называется теорией пола, если на нем можно реализовать любую вычислимую функцию. Вот, если функция является как очень вычислимой, вы сможете ее реализовать. Да? То есть, для каждой вычислимой функции существует, вычисляющая ее элементы, которые теоретически называются машиной Тюринг. И вообще, какой-то, в принципе, такая машина Тюринг, вот если она может вычислить любую функцию, то вот это вот как бежать. То есть, компьютер должен обладать свойством универсальности. Не просто складывать или вычислить, а в любую функцию, которую вы можете придумать вычислить, а он сможет ее вычислить. Это так называемый критерий Тюринга. Давайте посмотрим, кто же придумал первый компьютер. Очень интересно, что первый компьютер, оказывается, был придуман англичанами аж в 1837 году. Вот сейчас бабочки, а то два глаза, портреты придумали, создали, спроектировали универсальный компьютер, самый первый компьютер. Это был проект, он никогда не был реализован ими, но это был проект, чертеж. Машина должна была быть огромным монстром, это 30 на 10 метров, и иметь паровой двигатель, который приводил движение в ней. Более того, она была еще и программирована. Уже в те годы были перпокаты, ими тгасские станки программированы, это было время индустриальной революции, и у нее был язык программированный. Глассовна. И она должна была выполнять операции с плавающей циклитой, иметь память около 20 килобайт, и последующие поколения, которые создавали, так сказать, вот Чарльз и Ада, они никогда не создали ее, потому что мы не нашли человека, который вложил деньги, не нашли инвестора. Но в последующие века были созданы машины, просто из любопытства. И действительно, согласно этому проекту, созданная машина, она бы работала. Так что можно сказать, что первый проект компьютера работал в 1837 году. Ну ладно, а когда же создали первый функционирующий компьютер? Ну вот, первый функционирующий компьютер был создан с вот этим немцем. Был такой фон Роб Сузе. И он в 41-м году, ну, понятно, какого вы понимаете, зачем, строит первый функционирующий вычислительную машину C3, вы, C1, C2, такие прототипы, он первый функционирующий, была C3, механический мозг. Вот ее модель стоит в Дойче Музеуме, Музеуме, он очень сильно продвинул. Теперь на эти годы впервые использовал в этой машине представление числа в виде монетисса и экспоненты, то, что мы знаем из современных компьютеров. У C3 уже был центральным процессом, у него была память, у него был год-вывод, у него был программный аппарат. И он впервые использовал дворечную систему, выединить. Следующий компьютер, который он создал, C4, был уже первым коммерческим компьютером в мире. У него даже был язык высокого уровня, язык программирования высокого уровня, План-Калькуль. Это был 1942 год. То есть вот этот вот был первый универсальный компьютер, уже со всеми элементами, он не был, правда, электронным. Он состоял из телефонных крылей, был механическим. Первый электронный компьютер, правда, не универсальный, а компьютер, у которого была вполне специальная задача, был создан, все-таки, англичанами. Он был специализированный компьютер. Его построил Макс Милман, основываясь на идее Алана Кьюрина. Колоссус Мак-2, 1943 год. Чисто военная задача этого компьютера. Необходимо было дешифровать немецкие сообщения, которые перехватывались англичанами. Немцы использовали довольно сильную федеровку, был вход в Луанс. Использовались все случайные числа, исключающие операции ИВИ и так далее. Ее было безумно сложно расшифровывать, нужны были участвительные мощности. Вручную расшифровка занимала бы годы, в рабочем случае, в минуте месяцы. И вот этот специализированный компьютер, Мак-2, созданный англичанами, он смог расшифровывать эту генировку. Среднее время расшифровки занимало 1 час. То есть то, что немцы считали совершенно нераскрываемым ходом, так сказать, их зашифрованные гипеши, отмечание скрывали в течение 1 часа. В принципе, было бы очень сложно, но один раз немцы допустили ошибку. Один немецкий герат передал сообщение, а потом подумал, что надо немножко изменить. Он передал то же самое сообщение, немножко измененное. Этого было достаточно, чтобы англичане вскрыли от ворота. В принципе, это было запрещено. По всем правилам, каждый день надо было менять новый сервер, сервер случайных чисел. Он был бы не завалдел, кого-то не разделал и по плотинце не сдал. Так что первое, очень успешное применение этого компьютера это именно дешифрованное сообщение. Первый универсальный, полностью электронный, не механический, был создан американцами, и нет, в 1946 год. Вот так вот он выглядел, это тракторные шкафы. Американская армия использовала его для панилистических расчетов. Это монстр 17,5 тысяч радио-бам, и угодно вернее, что это такое, бизнес-то 10 тысяч конденсат, потребляемая мощь 174 киловатта. Вот этот монстр потреблял. Цена 1946 года это полмиллиона долларов, а сегодняшняя цена полусиняем. Американский доллар, ведь я считаю. То есть вот это, так сказать, зарождение суперкомпьютеров, или компьютеров вообще. Камерные, можно сказать, это были еще ламповые, это были еще механические компьютеры. Вот здесь мы можем смотреть, как назывался компьютер, в какой стране он был создан, в каком году, и его свойства будут. Было бы, умело ли он делать операции с плавающей секретурой, был ли он двоичный, был ли он полностью электронный, был бы он программирован от того, что в Кейнер. Он был создан в своем треке году, и был программирован точно так же, как и не от USA, в Америке перескали. Просто мы перетекали камеры. Так, если посмотреть на вот эту всю структуру, много-много камерей, вот если вы их перетимете, вы перепрограммируете компьютеры. Вот такой способ. Программирование было тогда. И, если кто помнит, в 80-е годы в Советском Союзе это были терфоректы, или терфоректы. Вот это уже терфоректы пока использовали компьютерам С3, компьютер МАК-А, МАК-1 тоже использовал терфоректы. Разные методы программирования. И можно смотреть, какой из этих компьютеров был универсален. Выполнял его С. Кьюри. Так, вот этот мировой прогресс, а где Советский Союз? Хотя мы знаем, что были политические проблемы тогда в Советском Союзе. Была борьба с темернетикой и с генетикой, как с праздничными девками капитализма. Тем не менее, в 50-м году в Киеве Сергей Алексеевич Емельев создал машину малой электронно-счетной машины. Полностью электронной. В 50-й год. И, насколько я знаю, Сергей Алексеевич был выраженцем Нижнего Нового. Ну, это был кабельный игрек. Затем наступила компьютерная эра. И наступила эта компьютерная эра в создании в 71-м году первого мино-процессора. Трендотельные структуры был управляющий. Вот это дало стартому развитию компьютера, безудержному развитию компьютера. 70-70-е годы. В 76-м году создан первый Apple компьютер, Apple I. В 80-м году появляется Microsoft DOS, там, где оно Microsoft, возникает. В 84-м году чрезвычайно успешный персональный компьютер Apple Macintosh, который ознаменовал, в общем-то, правый персональный компьютер. И, кстати, СССР как раз тут не отставало. В Новосибирске был создан первый персональный компьютер Хронос-1 в академическом мероприятии, потому что ребятами, которые... Это было их хобби. В 90-е годы началось развить интернет, появилась мировая паутина. Ну, и 21-й год, мы просто не можем представить себе нашу жизнь без компьютера, у каждого кармана один, а то и два к смартфонам, у которых мощность сравнима с первыми суперкомпьютерами наверное, с 70-х годов. То есть, без компьютера мы нашу жизнь представить не можем. Это понятно. Но что такое суперкомпьютер? Чем отличается суперкомпьютер от компьютера? Вот, кстати, в 80-е годы я ещё учился на физтехию, у меня был кольц по компьютерам и... Был такой вопрос в экзамене, что такое персональный компьютер? Вот, чем отличается персональный компьютер от противные компьютеры? Вот как на это ответить? Так вот, человек, который у нас был этот вопрос, сказал, а вот персональный компьютер не надо застаивать. Вот, вы его включили и он работает. Тогда было так... Отличие персонального компьютера от противных А что такое суперкомпьютер? Ну, слово супер, оно ясно, американское, все, что-то, чего-то там супер. Да? Но прежде чем мы приемлем суперкомпьютер, посмотрим, как развивается компьютер вообще, что такое, и какой прогресс это, технически, технологически. И есть так называемый эмпирический закон Мура. Мурслов. Это некое эмпирическое наблюдение, которое, вот, мы видим, начиная с 71-го года, считаем просто количество транзисторов, размещаемых на кристалле. У вас есть чип, процессор. Сколько транзисторов у вас на кристалле? И этот закон утверждает, что количество транзисторов размещаемых на кристалле, интегральная схема удваивается каждые два года, каждые два четыре. Месяца. И вот эта экспериментальная кривая, начиная с 71-го года, я взял какой-то график, который я нашел в интернете с 2011-го года, ну, в общем, там, современный процессор, достаточно, мы видим, что он очень хорошо выполняется. И пока непонятно, когда наступит насыщение. Вот выйдет он когда-то на насыщение или нет. В принципе, все они говорят. Структуры, то есть, эти полумерные, я думаю, есть еще вполне запасы. Запасы делали бы никогда не украл, например, не может быть. Тем не менее, видно, что этот закон выполняется. То, что было когда-то в 71-м году, это тысяча, там, элементов на подложке. И сейчас это почти два с половиной миллиардов абзисторов. Начиная, это огромная наличия, можно себе представить. Когда 9 абзисторов занимаются несколько сотенаном. Так, и что же, что такое, все эти суперкомпьютеры? Представка супер означает что-то выше, да? Что-то больше, чем обычное. То есть, в сегодняшнем понимании, суперкомпьютеры – это самый быстрый компьютер своего времени. Который значительно превосходит в своих технических порядках, уже существующих большинство существователей. В принципе, еще в 20-е годы, там, газета Нью-Йорк Танкса называла суперкомпьютером просто какой-то калькулятор. Но, сам термин суперкомпьютер, в том смысле, в каком мы его сейчас понимаем, именим «Сильмон Трейд». Да, я его у нас раздавал свою фирму «Трейд» для своих компьютеров, которые были самыми мощными. Да, начиная с 70-х годов. Вот если мы посмотрим «Трейд-1» 76-го года производства, имел производительность 130 мегов Холмса. Если мы сравним с современным каким-нибудь Intel процессором, Intel Core i7-965, то у него производительность 33 гигов Холмса. 33 тысячи, то есть, один единственный современный процессор, естественно, намного быстрее, чем суперкомпьютер того времени. То есть, понятно, надо понимать, что суперкомпьютер надо сравнивать с компьютером с твоего времени. А быстрейшая графическая графика, он такой-нибудь, где форс G30-кан, георитически вестимелит 4,5 террофлопа. Сумасшедшие величины. Значит, я говорю про флоп, и что такое флопы? Один флоп – это одна флоп, тень какой-то операция, это речит десектора, одна операция, сплавающаяся пинтой, в секунду один флоп. То есть один флоп, один гигафлоп, например, это один гильярд операций, сплавающаяся пинтой, в секунду. Ну, как мы видим, как вот эти вот майлс-флопы разные, килл-флопы, килл-флопы, мегафлопсы, гигафлопсы, дэнафлопсы, бетафлопсы, которые достигали соответствующий производительность. Да, и понятно, что это коэффициент 1000. Между флопом, флопсом, килл-флопсом 1000, гигафлопс, 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 гигафлопс и так далее. И видно, что расстояние в годах между соответствующими компьютерами это около десятилетия, что примерно соответствует закону Мора. В 2008 году был создан компьютер с производительностью. А не гигафлопс, и экзофлопс ожидается уже в 2016 году. Каблица явно имеет продолжение. Да, это такие вот метрические представки. Экзофлопс, зэофлопс, а потом йотофлопс, иначе с серофлопс. Дальше я не знаю. Какие же компьютеры являются самыми быстрыми сегодня в мире? И суперкомпьютер существует. Какие фрагменты? Самый быстрый суперкомпьютер стоит в Китае. Называется ТМП-2. Приводится как Бречный путь 2. Значит, для обороны целей, для обороны научно-технического университета, народно-освободительной армии Китае, построить компанию «Инспорт», имеет 3, больше 3 миллионов ядер. Это означает 384 тысячи альфрич, а вот это, xeon-интиловских, и графических сопроцессоров, там, 2,7 миллиона xeon-фин. Он имеет производительность больше 33 пета-флопс, это измеренные производители. То есть у компьютера есть измеренные производители, есть теоретические производители. Теоретические – это то, что вы, в принципе, можете достичь, но еще проблема написать такую программу, которая делает что-то разумное, и вот это производительность достигается. То есть померить – это не так просто, это фокс. Поэтому есть стандартный, так сказать, пакет линейной алгебры ЛИНПАК, который, с помощью которого вы измеряете фокс. И вот измеренные производители из 33,8, из 33,9. По ЛИНПАКу теоретически максимально производители из почти 55. Это сумасшедшая мощность, сумасшедшая производительность. Второй по производительности – это компьютер в Америке – TITAN, O-Ridge National Warfare. У него 17,6-х видов лобсов. Он состоит из IND-оптеронов, 16 ядерных процессоров, и NVIDIA DESPOR K20X GPU. Зачем используются эти компьютеры? Ну вот, видно, что это, конечно, естественные навыки, прежде всего. Ну, в том числе и для секретных. Если не все мы знаем, NSA, National Security Agency, или раньше называлось Nosage Agency. Это военные разработки, перспективные военные разработки, DARPA Defense Advanced Research Projects Agency. Он для них был построен такой роботный компьютер. Можно посмотреть во всем мире. Во всем мире есть коллектив суперкомпьютер. Есть такой список 500, топ 500, 500. Суперкомпьютер-сайз, сайз, вы можете посмотреть. в интернете. И здесь первая десятка проведена, мы видим, в китайце, и два процессора, два процессора, в амере, которые в сумме дают максимально померенное производительное чуть больше, чем в аминке китайцам. в аминке китайцам. Упс. Значит, дитат и сихоя. Дитат, значит, сихоя стоит в время моря. Следующий компьютер, четвертый, это Египония. Опять же, пятый, значит, американский компьютер. Вы смотрите, вы видите, сколько здесь ядер на каждом плане конкретного, сколько понесмеренная производительность, сколько теоретическая производительность, и какую мощь киловатт компьютер потребляет. Вот эти мозги суперкомпьютер потребляют в очень большую мощность. Одна из основных проблем это, во-первых, антод 2, плашки, и, как вижу, и следующая проблема это создание генетически эффективных процессов. чтобы количество киловаттов на один пиротлоп их уменьшить. Потом видим мы Швейцарию, достаточно мощный компьютер, два компьютера немецких. Вот эти страны присутствуют первые десятки. Еще раз. В России в списке 500 существующих компьютеров, которые уже открыли, была церемония открытия, скажем так. Самые мощные в России из открытия, здесь присутствуют только открытия, то есть те, которые мы знаем. я не говорю про военные футборы, но не знаю, что это. Самый мощный это Ломоноский. Он имеет почти один доход, немножко уменьшен до сегодняшних дней. Потом идут трехкомпьютер J-SCC, это Академия наук в Москве. Значит, первые три компьютера имеют экологические назначения, потом есть один компьютер с индустриарным применением и опять J-SCC. Вот эти пять компьютеров седьмой восемь четвертый сто двадцать 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 семь четыреста восемь семь по состоянию на ноябрь 2013 года. Вот этот список обновляется каждую эпоху. Два раза в год в ноябре и в дынью. Это списка ноября 2012 года. Я думаю, в июле все поменяется, потому что будет открыт Лобачевский супер комбитер Лобачевский здесь. Не видно в городе. И очевидно, что зайдет видное место в этом списке пятисот ожидать я насколько я понял он будет иметь производитель больше пятисот терапопсов а это означает, что его место будет в принципе это примерно сотни а скорее всего даже в первой половине первой сотни списка было 300 так что это будет международным городом очень даже видны компьютерной цепи. Немножко информация какие операционные системы используют суперкомпьютеры я смотрю здесь этот график он с 1984 года по современное время первые суперкомпьютеры в основном использовали URIX операционную систему было немножко BST это тоже такая верхняя операционная система дерева URIX и немножко какие-то другие операционные системы мы видим что появлялись кластеры из макинтоши какая-то часть небольшая мы видим какую-то часть суперкомпьютеров которые используют даже Windows кто мог подумать но начиная с 98 или 99 года взрывным образом растет применение Windows то есть в основном все компьютеры которые существуют это Windows классно подавляюще очень любимая операционная система она бесплатная встанет пошел открывается когда у применения при каких задачах меняется что он сможет понятно что есть применение чисто военное это так науке 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 Не можешь быть на тренинге фронтенологии. Итак, это физика плюс секретное исследование, естественно, всего. Это моделирование генерных взрывов в Ливерном море. В Японске это химия, физика. В Арконской национальной лаборатории это новый источник химии, материалы, новые технологии, биоинформатика. То есть, например, расшифровка генома человека. Расшифровка генома человека без суперкомпьютера немыслимо было. Первый геном, чтобы его расшифровать, потребовалось 3 года, не больше года. Стоило это 6 миллионов долларов. Сегодня вы можете платить час на компанию, вам за 1000 долларов расшифровать ваш геном в течение данного дня или часа на суперкомпьютере. Стампеда в Техасе. Это химия, физика, биоинформат, геология, предсказания землетрясений, медицина. Как она выбивается для рака в Волге? Ее надо моделировать. Юрий в Германии. Это материалы, теоретические, химия, физика, резидентарные частицы, экология, климат. Моделирование климата – это очень компьютера емких проблем. Вы хотите узнать, как изменится привод, как вы выбрасываете в атмосферу морякового газа. И что-то еще происходит. Астрофизика. Валтерн – тоже группа генеральной физико-плазмы, гидроминами, генеральной физико-плазмы, генеральной физико-плазмы, суперлюб, генеральная физико-плазмы, космология, фьюрия строн, сейсмология. Вот эти вот основные приложения для суперкомпьютера. Ну, кроме расшифровки дайвентара. Это была часть про суперкомпьютера. Я попытался вам рассказать, что такое суперкомпьютер. Типы, которые ничего не применяются. И... Сейчас я перехожу на конкретное применение. Наше применение. Примитивистскую. Глазму и лазер. То есть мы видели, что был огромный процесс суперкомпьютерной технологии. На самом деле, начиная с 60-х годов, был огромный процесс и лазерной технологии. Да? Вот, если мы посмотрим на развитие лазерной технологии, здесь по вертикальности, это интенсивность лазера в фокусе в ваттах на квадратный сантиметр. А здесь это просто год. В 1960 году был создан первый лазер. Его интенсивность бывает 10 десятых ватт на квадратный сантиметр. Янкий очень излучный, но ничего особенного. Но потом его улучшил немножко, и примерно 20 лет интенсивность в лазерах росла очень беденна. И начиная с 2-го года 80-го, в начале 90-х годов, произошло взрывное развитие технологии. И это было связано с развитием так называемой черт пассомнификации, когда лазер научились фокусировать не только в пространстве, но и во времени. Мы научились сжимать, делать лазерный импульс безумно короткие. Первые лазерные импульсы были мимыми миллисекунды, или вообще бесконечный лазерный импульс. Здесь мы учились делать наносекундными, и это все. А здесь почти 7 секунд, когда ваш лазерный импульс состоит буквально из нескольких колебаний лазерного моря. А вот это привело к развитию, безумному развитию технологии. А вместе с этой технологией изменяется физика. Которая доступна вашему исследованию с помощью такого инструмента. С помощью лазера. Первое. Лазеры использовались для скепроскопии. То есть это физика атомов, физика переходов, электронов. Очень важная вещь. Как только вы достигли 10-13, где-то в 1 сантиметре, вашей интенсивности стало достаточно, чтобы ягизировать пищевую полку. Когда вы что-то ягизируете, вы создаете плазму. Когда вы оторваете электроны от атомов, возникает физика плазма. Где-то вот здесь вот, еще был очень важный колбеш. У вас сила электрического поля настолько сильна, что вы можете оторвать электрон, от вырвать электрон из атомов водорода просто в вашем поле. Называется хронизация поля. То есть вот здесь вот родилась физика сильных полей, так называемых, когда поле лазера становится сравнимым с полем атома. А начиная с конца 90-х у нас появилась реликтивистская плазма. Реликтивистская плазма это что такое? Когда интенсивность лазерного пучка насколько сильна, что электроны начинают двигаться с эреликтивистскими энергиями по скорости света. В конце 90-х это были только очень большие лазерные установки, которые могли это делать. Сегодня такой способен делать почти любой университет. Такой лазер стоит меньше миллиона. Это вполне доступно по инвестициям среднему университету. Следующий этап, который мы ожидаем в ближайшем будущем, это так называемый ультранеликтивист, оптика, ядерная физика с помощью лазеров, когда у вас не просто электроны становятся эреликтивистами, а уже протоны. Ядерные начинают быть эреликтивистами. Это следующий этап. И в какой-то момент мы ожидаем, что поле лазера будет настолько сильным, что мы сможем изучать физику вакуума с помощью лазерных полей. Я вам немножко это расскажу. Это, что вакуум на самом деле не пустой, там всегда есть виртуальные частицы, и если поле достаточно сильно, он может разорвать эти частицы, эти пары частиц, на существующие частицы. Вот ультранеликтивистская оптика это цель, которая будет достигнута если будут реализованы проекты, европейские проекты Light, Extreme Light Infrastructure, и, может быть, Excel здесь, в нижней форме. Следующий режим Z-AVAC, это уже физика вакуума, анализация вакуума, это проект фантастический iZES, Z-AVAC, технологии. Одно это в ближайшее будущее, и Light вообще в ближайшее будущее, там уже скроются корпусы, почки построены, будут заказы, iZES это немножко, чуть более проданное будущее. ясно, да, можем не очень, лазер, который не есть, вот чтобы достичь таких интенсивности. лазеры, которые гигабатные мощности, это просто маленький, настольный лазер, гигабат, в принципе, если смотреть, в смысле электрической мощности, то это мощность одной ядерной электростанции. Так вот, такой вот газер, который в одном импульсе производит гигабатную мощность, он маленький, настольный совсем. тераватт, 10 по 12-й ватт, но это сравнимо с мощностью употребляемой большой страной, например, в России, то весь метод, может быть, 10 тераватт. Фетраваттный лазер, 10 по 15-й, в Нижнем Новомире, местные радиофизики построили такой лазер, там, это Пиау, например, и такая мощность сравнима с энергией, которая приносит, например, гайдстримом, что-то такое большое, глобальное мощность. А то, что мы будем иметь с этого, когда-нибудь, это сравнимо с мощностью, которую Земля получает от Солнца. Вся энергия от Солнца, мощностью она улазит. Естественно, импульс очень короткий, он непостоянный, а в таком выпуске средоточена вся мощность, которую мы получаем от Солнца. Вот это вот, чтобы понять, каких-то умородных мощностей мы говорим. Непонятно, что для моделирования таких процессов, такого производства, мощнейшее излучение из веществов, нам нужно с удовольствием. Так, я специалист на реактивистских хититиплазмах, каковы положения реактивистских хититиплазмах, мы имеем очень мощные поля, поэтому, естественно, это ускорение частиц, заряженный отчет. Они захвачены, заряжены. Это инициальный ядерный синтез, мы знаем, что идет компания в время моря, поджигу мишеней, и, минимум, мегаджио и лазеров вряд ли хватит, чтобы просто так инициально поджечь мишени. Но есть идея, концепция этого быстрого поджига и необходима физика реактивистской плазмы. И новый источник аспекта для медицины, структурной биологии, фармацевтики, материаловедения, вот эти вот основные приложения реактивистской физики плазмы. Ну и, конечно, фундаментальные. Так, изменяйте структуру вакуума. Что такое вакуум? Вот давайте посмотрим одно из приложений ускорения завяжения частиц. Какие у нас существуют ускорители ведущие? Это большой адронный коллайнер LHC ульцами церния. Вот LHC имеет диаметр 9 км, длина кольца его охват 27 км, ускоритель для лазерных свободных электронов XFL дези это 3,5 км в гамморде. Сумасшедшие размеры ускорители. Почему они такие большие? Потому что поле, которое раскаляет частицы, оно ограничено где-то от 10 до 100 мега вольт на метр. Если вы используете поля больше, у вас просто разрушается металлическая статура ускорителя. А если мы подумаем о каком-нибудь петовольном ускорителе и посчитаем, что мы используем обычную технологию, комменциальную технологию, то такой ускоритель был бы действительно глобальным, он бы окружал всю Землю. Это естественно очень дорого и для этого результата. Видно, что принятые обычные методы ускорения частиц, они упираются куда-то достигли своего максимума. Зачем мы хотим измерять частицы? Какую фундаментальную физику мы хотим изучать? Зачем мы строим все больше ускорения? мы хотим понять первое, мы хотим понять откуда взялась масса. Почему физическое тело имеет массу? Мы знаем, что это Хиггс, он был гайден в церне, но мы не знаем совершенно его свойства. Мы только показали, он видимо существует, с коротшей уверенностью. Но мы абсолютно не знаем его свойства. Для этого нужны новые зрители. Мы не знаем, действительно ли наши транснадцатые четыре обмены. Есть возможность создать маленький черный дрель свойства. Для этого нужны энергетики работни. Что такое наша Вселенная? есть она одна, параллельная Вселенная? Отвечать на такие вопросы, мы должны скорее учиться больше. Почему у нас четыре взаимодействия? Гравитационная, электромагнитная, слабая, сильная взаимодействия? Сильная, мавитационная очень слабая, электромагнитная она сильнее. Сильная очень сильная. Почему такая разница между ними? И теория говорит, что где-то на интернете весь шестнадцатый метр они все сворачиваются в одну и ту же силу. Потом что такое наше пространство? мы видим на экране, он кажется издали гладким, а если представлять, оно имеет пиксели. Есть утверждение, что наше пространство не континует, а оно имеет пиксели на энергию в порядке 10 в 19 гепр. Правда ли это так? Если существуют другие измерения, то и длина и размер энергии совершенно другой, может быть 10 в 19 гепр. Поэтому ищем ускоряем частицы для большей энергии. Это фундаментальная работа. Теперь если мы возьмем квитоватный лазер, который существует и здесь существует нижний номер и возьмем его поле составляет 1 теравольт сантиметр. Чтобы использовать частицы до 1 теравольт в принципе достаточно 1 сантиметра. Надо только граммно использовать. Ясно, что лазеры это компактные ускорения аналитические с различным спектром калашин. Итак, наша задача использовать суперкомпьютеры, чтобы моделировать реликвидскую плазму. Реликвидскую плазму суперкомпьютер. Один из наиболее успешных методов моделирования электронной плазмы является метод частиц. Когда вы моделируете плазму, наиболее естественно вас спрашивают частицы из электронов и ионов и точно так же вы строите ваши численные частицы когда одна численная магна частица заменяет множество электронов физических, множество ионов физических. И одновременно у вас должны решаться уравнение для полей для электромагнитного поля, то есть решать уравнение Максвелла на сетки. Вот это наиболее эффективный численный метод и он безумно хорошо организуется. Он отлично подходит для архитектуры современных суперкопютиков. Почему у нас такая огромная производительность? Вы видели огромное количество ядер, и все они работают правильно. И вот метод частиц очень хорошо распространяется. Во-первых, потому что управления на полях локальны. Вы можете просто взять и разбить ваш область моделирования на кубике, и каждый из кубиков будет взаимодействовать только по своих соседям. Поскольку информация распространяется со скоростью света, вы будете что-то получать информацию каждому шагу повредить только от ближайших соседей. Вас не интересует, что происходит только от вас. И вот такая локальная структура она безумно хорошо парализуется. У вас нет глобальной коммуникации. Каждый процессор коммуницирует только с ближайшими соседями. Это дает большую эффективность массивный партнер компьютер. Элементарно вы используете миллиарды частиц перехода современного компьютера сотни миллионов ячеек все это распроделиваете вы решаете уравнение массового триполея вы решаете уравнение движения частиц это скелет вашего поток потом вы добавляете отличную физику или численные методы адванс во-первых вам будут интересовать какие-то неэластичные процессы например столкновения ионизация ударная ионизация или что-то другое вас интересуют эффекты квантовые динамики ваши частицы они излучают рентген этот рентген имеет какую-то отдачную частицу вы видите все эти вы вводите иногда выгодно часть плазмы манилировать гидродинамическими методами то есть ваш код становится гибридным когда вы манилируете распространение пушков на очень большие расстояния меняется медленно имеет смысл вводить так называемую базе статической частиц иногда имеет смысл вводить лоренсов стринг вы переходите в какую-то систему отчета которая ваша расчета оказывается не более эффективным здесь безумное количество новых методов расчета которые увеличивают вашу производительность так ну я немножко расскажу о результатах один из наиболее успешных наших результатов которые мы обнаружили численно наиболее компьютер было третье режима пузыря плазма это произошло в 2002 году мы опубликовали принцип такой у вас есть короткий лазерный импульс вот здесь желтенькое блинчик вот это лазерный импульс распространяется по плазме и сила давления света настолько большая что вы сдвигаете электроны в сторону у вас образуется вот такая полость свободная от электронов и электроны движутся по поверхности вашего пузыря и часть из них захватывается у вас образуется такой пучок захваченных ускоренных электронов мы направляли его в речи мы направляли его физико-физико-плент вот эту статью они были везде открыты сказали но никогда не будет пришлось нам опубликовать журнал второго ряда Impli-physics-b с индексом там импакт-фактором пониже ну и на сегодняшний день это одна из самых акцентированных моих работ уже спустя два года в 2004 году три круга в мире независимо от предыдущего эксперимента вот здесь вот видим переход от обычного древнего электронов монологическому искорению режиму пузыря это была беспешная работа на 74 зачем надо ускорять одна из очень перспективных приложений это настольный лазер на свободных электронах электронов то есть вы берете лазерный импульс стреляете в плазм создаете ваш моноэнергетический звук желательно герб моноэнергетический и посылаете его монулятор ваши электроны начинают колебаться и у вас создаются лазерные свободные электроны они излучают есть несколько проектов целью которых является создание такого наступного лазера на свободных электронах в Берли становится большой лазер почти на 10 лет поскольку я знаю в Англии в Англии в Голуа в Франции в МВУ в Германии и в Дезель в Камуде тоже преследуется технология в Германии приложение в Германии источников мгена очень огромное именно поэтому инвестируется столько денег например в XSPL это огромная машина евро в России там часть инвестиций 25% поскольку я помню это изменение такое ну прям медицин вот у вас есть мягкая ткань вы хотите посмотреть ее структуру не проводя не разрезая ткань вот как это сделать если вы берете стандартные рентгены то все что вы видите очень что-то какое-то размытое изображение например хрящ в суставе а если вы возьмете мощный источник рентгена моно моноэнергетически да с одной виной волны рентген и используете так называемый рентген рентген то есть смотрите какое прелавление рентгенов как отклонился ваш рентген то изображение оно становится вот этим вы видите все морейшие структуры как если бы вы сделали разрез под микроскопом вы сможете мгновенно узнать что у вас там ваш хрящ и уже вам пора делать протез вашего так сказать коленного сустава и вам достаться какие-то таблетки или что да к сожалению это невозможно или структурная голодия у вас есть какой-то вы хотите узнать его структуры как у вас там расположены атомы как это сделать вы можете с помощью рентгенов элементом создать килограмму вашей молекулы то есть вы сможете увидеть как в пространстве расположены ваши атомы это безумно ценная информация для фармацевтов для биологов для технических медикамедиков для всего полагает на атом уровне фундаментальная физика положение фундаментальной физики геренейная квантовая динамит ядерная лазерная лабораторно-реативическая астрофизика вот давайте посмотрим квантовая динамит что такое ваку мы знаем что он есть такое понятие молитера то есть минимальный уровень который мы знаем на сегодняшний день это электрона и у вас всегда вакуумные виртуальные частицы появляются и исчезают на длине порядка то есть вакуум если вы посмотрите на маленький масштаб он не спокойно не пускает там всегда есть виртуальные пары комптонской длинной волны если ваше поле достаточно сильным вы можете эти пары разорвать сделать их реальными это означает что работа поле до комптонской длинной волны соответствует у квадрат то есть ваши планы разорванны у вас образовался электрон позитрон паз вакуум начиная вот невинейные сильные парковая электродинамика это вопрос себе на сегодняшний день узнаем только теорию звучит по металлической паркови в принципе хорошо соглашусь то измерение экспериментов сильно и менее какая он отсутствует. Какая энергия там необходима для того, чтобы лазерного импульса, чтобы достичь этого интенсивности? Можно посчитать, что если вы все сфокусировали в одну из волны, со всех сторон и во времени, то вам надо 64 мега жопа, сумасшедший и максимальный. Лазерный импульс, который мы знаем из этих людей, это 2 мега жопа во время моря. Конечно, нам меньше спросить. Но энергия зависит очень сильно от длины волны. Длина волны в кубе, поэтому если вы, например, сможете преобразовать вашу энергию лазерного импульса в гармонику с маленькой длиной волны, то достичь этого предела намного проще. Мы сейчас, в 2005 году, выдвинули идею, что мы, используя плазменное зеркало, у нас излазерный импульс, он отражается от этой поверхности, образуются высокие гармоники, и возникает у нас вероятный фокус этих всех гармоник, колонного излучения, и все гармоники интерферировали конструктивно, вот это вот трехмерное моделирование, вот это вот, чтобы оно имели приобычное отражение интенсивности. И вот когда мы отразили гармоники, мы видим, что усиление интенсивности во много раз, так что, возможно, уже с разумными интенсивностями влазерный импульс, с теоричными, в ближайшем уровне, это, возможно, будет достигнут. Следующее применение фономентальной физики – это директивистская статистика в лаборатории. Вот, например, кваза, из него видны, из него исходят джеты. Что? Что такое эти джеты? Это, я не знаю, цветовые коды отражают джеты. Они вылетают от ровный мир. Что? Какой механизм сгорает частица? А почему там нет? Когда-то эти джеты останавливаются. Почему они останавливаются? Что это такое? Это какая-то у нас нестолкновительная ударная волна, или что это такое? Крабовая диманность? Какая история? Что происходит вокруг черной дыры? Почему? Что такое гамма-реберст? Что это такое? Черная дыра что-то проглотила, или что? Какова физика? Вот ответить на все эти вопросы, возможно, мы сможем, когда у нас будет прогресс в лабораториях. Это реликтивистская астрофизика. То есть когда с помощью лазера мы будем производить соответствующие эксперименты и моделировать их на суперкомпьютер. А вот пример такого моделирования, например, взаимодействие лазерного импульса. Он слева летел на поверхность какого-то твердого тела. Мы видим здесь нестолкновительную инвентарную волну. Мы видим электронный джет, формирование магнитного поля азимутального вокруг такого джета. Потому что это очень похоже на пробовидную диманность. Важно, что здесь можно сканировать. Беспробовидная плазма просто сканируется. Клодность твердого тела есть и двадцать четвертый частиц на кубических сантиметрах. Где-то в правовиде, то, может, и одна частиц на кубических сантиметрах. Есть двадцать четвертый. В двадцать четвертый ряда по плотности. Ну и, соответственно, там масштабы в каких-то световых годах и здесь какие-то десятки веков сканировали. Итак, я выкажу заключение. Уже час начинаюсь. Что я хотел вам рассказать. Я хотел бы до вас донести, что суперкомпьютер является основным инструментом современной науки. В очень широком уровне времени. То есть вся физическая, она требует к суперкомпьютерам. Там, например, такая физическая. Все суперкомпьютеры, они одним из основных движущих. Но вот это физическая. Химия, биология и так далее. И я буду пытаться представить вам религиническую лазерную плазму. Это молодая, очень молодая, но бурно развивающая силу и знания с огромным потенциалом. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Александр, у меня концептуальный вопрос. Как человеку, который не только знает, что делает суперкомпьютер, но и умеет писать формулы и знает с подложениями, но и аналитиков и учащихся. Уже несколько лет, если нет и не будет человека, который бы победил как будто в шапке. Мы играем здесь с природой. Хотим понять ее законы. И как будто нам все больше и больше помогает. Как вы думаете, наступит здесь и когда, и в каком отношении лет, когда наши аналитические способности не понадобятся для узнавания природы? И они всегда нужны будут нам в этой игре без права. Ну как, у нас есть экскаваторы, которые заменяют наши, например, физические способности. Но мы же не управляем. Компьютеры, в принципе, не управляем. Мы не говорим, что надо делать. Понятно, что суперкомпьютеры, они облегчают намного нашу работу. То, что раньше мы аналитически могли решить какую-то маленькую часть этой задачи. Применение суперкомпьютеров, на этом же время, позволяет нам мотивировать то, что аналитически не относится. И сложно описать на эти части. То, что компьютер полностью, да, не заметен, наши аналитические способности. Я не могу себе представить, но в будущем мы никогда не знаем. Одним из больших проектов, которые профинансированы, которые делать работу можно на суперкомпьютере. К чему он приводит, я не знаю. Еще вопросы, пожалуйста. Вы можете рассказать, как говорят, что люди решают пузырят в классе. Допустим, недавно в интернете я мог найти необычное решение уравнения МАКСа. Где там, в том числе, там сопоставляется, на какой-нибудь проектове второй, или там еще какие-то вопросы. Скажите, пожалуйста, как можно открывать такие необычные решения уравнения МАКСа? Есть какой-то проект? Нет, нет, нет. Он ваш. Ну, а у меня есть очень простой. Сначала вы изучаете, что сделано. Сначала вы образуетесь, да. А потом начинаете следовать. И когда-то вы натыкаетесь на что-то очень интересное. Больше никаких вопросов нет. Значит, есть у нас несколько методов решения уравнения МАКСа. Стандартный метод – это просто вы решаете методом И, решетка И, с простой, с простейшей дискретизацией. Она имеет недостатки в дисперсии численном. Затем вы придумываете методы, которые улучшают ваш метод. Мы, в частности, используем примерный дисперсии 3, алгоритм, который я предложил в 1999 году. Он позволяет избавиться от дисперсии в одном направлении, более одной силы. Можно использовать методы четвертого порядка, который позволяет вам сделать дисперсию, ее минимизировать. Разные, в целой плоскости. Есть очень оборудовательное количество решателей МАКСа. Во всем, в принципе, используют смещенный стейджер. 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 А вы думал, вы не используете? Нет. Так, у нас в МАКСа достаточно много иностранных студентов. Если кто-то стесняется задать вопрос на русский, может задать вопрос на английский. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА Вот помощь, да, так сказать, свойства нашего конкретной задачи, да, нашей конкретной задачи, то, что она локальная, позволило очень легко инвуцировать методы империи, то есть это более лишь один класс, и больше мы о нем забыли. То есть это очень важно, природняется с помощью питания. Поэтому, может быть, поэтому мы не обратились к полу. Мне, конечно, очень первая фраза нравится. Какая мощность суперкопитров вам необходима для моделей? Вот сколько вы нам дадите, сколько мы зачистить запустили. И длительность расчета? Длительность расчета очень, если вы хотите, мы вам зададим другую задачу. Длительность расчета зависит от очень сильных задач. Тот же балл. Вот вы его моделируете. Новый лазер, новый мощный. Вы можете делать богу больше, его радиусом больше. Длина аноспространения сканируется как радиус четвертой степени. Ну, так что вы изменили коэффициент два радиуса, у вас шестнадцать раз в том, что вы считаете. Игорь Михайлович, у меня вопрос может быть, который мне ответил, Владимир Анатольевич. Это, вот вы сочетали, у нас есть музыка, да? Задачи-то на пальце нам подсказали, что происходит. Например, почему кучок получается модно-энергетический? Народ до сих пор спорит. То есть ответа стопроцентного нет. Это зависит от того, как частицы захватываются. И можно придумать разные режимы, когда они захватываются только в одном месте, и тогда у вас действительно монодатические частицы, потому что они в одном месте захватываются. Есть режим, когда они захватываются постоянно, и тогда они доходят до дефизировки, и накапливаются в районе дефизировки. То есть, да, вы имеете определенную форму энергетического спектра этой численности. То есть это уже такая физика, которую мы можем обсуждать, если хотите после авиации. А были ли у вас в жизни случаи, когда после получения этих сетевого интерьера задалось построить какую-то проще на энергетическую модель? О, конечно, конечно. В том числе и вот терминологическая теория. Бабло ее, после, придумал. И Веркустюков. Вот он. Игрустюков. Тогда вот он здесь присутствовал. Он написал первые поля у Бабли. Игрустюков. Потом Верди Янгер, у меня был Сергей. Вот. Он создал реактивистскую теорию подобия, основываясь на наших интерьерных баллов. Он рассказал, как он сканируется баллов, это тоже очень важное достижение. Теодора Ваева во время была аспиранткой. Она придумала аналитическую теорию для единого аспекта, гармонии. Т.е. вначале эксперимент чистый, а потом аналитический, да? В данном случае, да. В данном случае, да. Т.е. вирусом все-таки является либо эксперимент, либо численный интерьер. Он уже потом приходит аналитический. Так, еще вопрос. Там вот такой, похожим характером… Есть лазер, который помнится обычный регион, а вот ваши атолатные лазеры, там не появляются споровых в случае ими радиоксинами. Это вообще было безопасно на человеческой системе? О нет, это очень даже опасно. Да? Это очень даже опасно, поэтому любая установка, clovedone, она должна соответствовать условиям безопасности. То есть, когда вы ускоряете радиационную безопасность, то есть приходит соответствующая служба, проверяет, каждый сотрудник носит у себя дозиметр, и всегда можно увидеть, вот вы ускоряете, или кто-то, когда гадает на мяпник, это сумасшедший мяпник, куда-то, а что ускоряет, да, я тут не присутствовал, если вы посмотрите, астры какой-нибудь, или вулкан, там одни бетонную клопку, скажем так, они бесит сумасшедшая, наверное, там, в целости астры. Редактор субтитров А.И. Г. Это решение, это не на живом академе, но это так, на какой-то формализм. Нашим формализм, это должно быть сертифицировано, да. Ну, например, там, предложение, ну, предлагал вам пилка, это же, как, на чем-то надо говорить. Ну, тогда вот, какая-то подкласса, одна личность. Это пример? Ну, да. Когда у вас алиническая химия, безобное количество возможностей, да, безобное количество структур, которые вы можете производить, ну, вот, например, структуром вируса ВИЧ, ну, это даже не за помощью такого. Очень важно. Так, еще вопросы. Сначала поблагодарим. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует...